так друзья ну подошел вопрос этой на следующий день как получается задержка на один день он уже что-то лезет копыта белая вижу виктория иди снимай или черные непонятно что-то уже лезет пытается выйдут сейчас посмотрим чем это то я забыл уже чем покрыта эта свиноматка или ёрширом или дюрком заодно сейчас увидим полу поросенку если белый цветом значит ёрширом или белый черными пятнами если типа дюрок то дюрком сейчас она сильно берется руками не возьмешь на скользкий надо через ну или в рукавицах как бы все первый раз все первоходки поэтому вот это каждая как себя покажет мы же не знаем без понятия как каждая поведет себя и так дальше это всех оставили на ремонтных свинах покрыли вот это сейчас во всех первая порода ёршину это покрыто ёршину ну что добро пожаловать я думаю это или ёршином или дюрком но уже не помню оно это трёхпородные гибриды дюрок петрен ёршин крупные будут на откорме то что надо да эх ты василиса я их сильно так не обтираю они сейчас обсохнут первые вышли но эти уже будут попроще все ящичек на на обсыхание ну видите у них в кантеров всех порос это крупные ну все равно как и поросятся кантурши они более-менее спокойно петрен и не так кантуры вот она допустим вышел поросенок она спокойно сейчас второй пойдет а мне если честно и хотелось думайте вот дюрка я видел какие думаю какие будут от ёршира кантеры ёрши под дюрка то понятно они под дюрка только формы будут у некоторых я так понимаю петли а эти видите без станка без станка ну тоже никого не придавило пока все живы-здоровы они в основном там под лампой гасятся за под лампой а Ох, ну этот шар! Белоснежка! Белоснежка! Та свиномашка, которая кашляла! После того видео, как я выпустил, что кашляет свиноматка, много кто из вас написал, скорее всего, открытое окно и открыто полностью, ну вытянуто было окно и ее проскользило. Так оно, наверное, и есть. Потому, как я закрыл окно, поставил его, ну закрыл полностью, чтобы не было окна, и она перестала кашлять. Есть сейчас у нее кашля, но очень-очень редко, то есть сразу после того, как я закрыл окно, значительно она перестала кашлять и начало все успокаиваться. И успокаивается, то она не могла выкашляться, а это нормально выкашляется и быстро, и все реже и реже кашляет. Поэтому, скорее всего, ее просто пробуло от окна. Открытое окно прямо над ней. Надо окно, если открывать, так чуть-чуть вот вверх открылось, и по верху тянуло. Но оно не будет жарко, я думаю, пускай оно как бы теплое, оно все равно сквозняет. Ну я закрыл пока, думаю, вообще поросята маленькая там. С этой стороны одно там вначале оставил открытое, все окна позакрывал. Думаю, лучше как лучше, потому что поросята маленькая, чтоб не протягивало. Ну а вообще тут закрыто все и нормально. Поросята нормально. А то последнее окно, да, оно там видно, что ветер колышет. Вот это я закрыл полностью, щели чуть-чуть есть. А то вон первое окно туда сквозняк гуляет, ого, ого. Ну там более-менее нормально. Эти все открыты с этой стороны. Тут нормально. Тут где открыто окно, получается, они, если им холодно, он туда идут, под лампу. И там все. Вот так воду ставлю сразу же, ну грубо говоря, на вторые сутки. Пока поилок нет для маленьких поросят, ставим кастрюльку с кирпичиком. Или, вот как в этом случае, кастрюлька с гиркой 10 килограмм. Здесь просто чугунная такая кастрюлька. Они не переворачивают, пьют. То есть вот так. Ну, ничего я ей не колол, думаю, после опороса уже будет колол. Друзья, поросята какие-то необычные, длинные. Очень длинные поросята. Кабарчик. Изглубленные яйца мои. Надо взвесить. Сейчас возьми кастрюльцы взвесим. Какие поросята у перворота. Под вершину. Вот, видите, как это кашель. Только начаться. И она быстро. А сразу и выкашлялась. А то же не могла и выкашляться. Сейчас будем взвешивать. Поросят. Все хорошо, Нюшанька. Все хорошо, Нюшенька. Все хорошо, Нюшенька. Нюшка, все хорошо. Молодец. Стреляешь. Все хорошо. Ну, уже тройку есть. Тройку уже есть. Все живенькие. Все хорошо. Молодец. Уже батарейка садится. Так. Тара. Нули. И сейчас беру поросенка. Узнаем. Ильвоходочки. 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 Вот так. Давай. Сюда. Тихо. 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 А ну сколько? Кило 700. И по длинности. Самая крупная. Со всех опоросов. По длине. И по килограммам. Самая крупная. И да, друзья. Такой вопрос часто задают. А вы не колите, как на других Вот каналах показывают Белый тупол на 114 На 113 день И на 114 они Все поросятся строго Знаю Есть такое, но я этого не делаю У меня все своим природным Способом И в основном все с задержкой Один раз было, что раньше На день, а так в основном все Плюс день, плюс два дня То есть задержка Ну как вы видите, пока мы со всех опросов Вот даже все Первестки Один вышел, маленький и не живой Ну то есть хорошо, что зачем Маленький С ним потом отдохаться А так все поросятся живы, здоровы И все родятся живы И нормальные Поэтому я не лезу, куда не надо лезть Если оно так должно, пускай будет так Так что, думаю, ответил на вопрос Ждем дальше Крупных поросят Да, поросята выходят из всех Самые крупные Ну, наверное, из-за того, что она Сама больше и переходила со всех Наверное, из-за этого Ну и вот юршира хорошие, крупные Сам юршир крупный А тут получается Дюрок Покрыт пьетреном И это на выходе кантура И кантура покрыт ёрширом Три породы Трехпородные гибриды Это все Двухпородка Это пьетреном Тоже трехпородка И, кстати, такой еще вопрос Насчет Типа, молоко появляется О, кормежка началась Молоко появляется И после того, как оно появилось Жди опоросу шесть часов Я тут же раньше так думал Не в течение шести часов У меня в это молоко Струями бежало еще вчера Грубо говоря, сутки назад Уже сутки прошли Как у нее молоко Прям в струи стреляют И только сейчас начался опорос Поэтому не всегда Насходится Бывает, что молока вообще нету У свиноматки А появляется только после опороса Бывает за пару часов до опороса Бывает за шесть часов А эти вот у меня варианты Вышли канторы За сутки Пошло молоко А в этой свиноматке Вот в этой По-моему, почти за двое суток Уже капельки были молоко А поросят не было Я даже запереживал Думаю, хоть бы все живые были Повыходили Ну, вот как можно наблюдать Все живые, здоровые Хорошие, крупные поросяты Это первородки В основном В первородке Ну, пять поросят Семь У меня все по десять И крупные Слава Богу Тут только благодарение Всевышнему За такие чудеса Друзья Вот так Еще один выскочил Ого, зубы Кабанчик Кабанчик Сюда За братьев и сестер Тоже Для меня Так, уже у нас Друзья, четыре штучки Вышло Йоркширский опороз Видео на зву Йоркширский опороз Все Йоркширы Все, хоть бы В кого-то котло было Йоркширы С додатком По крайней мере Дюрта Так, не биться Биться не годиться Друзья Давайте Подпустим До мамки Давай А ну Нерядки Нерядки На Не, еще не знаю Что надо Пойка Как Йоркшир Хи 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 Все не знают Что надо Молтухой Так, давай переворачивайся Круглик, сверклик И дальше вводим Да здесь Больше второй день идет Так, друзья, процесс идет Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь И один вышел неживой То есть восемь штук уже, грубо говоря Ну, пока Наблюдаем Акцитоцин Уже уколол Потому что длительный период Поросята не выходили Укололи акцитоцин И пошел порушник Сейчас вроде бы нормально наваливается Ну, наблюдаем Поросята все крупные Все один в один Все ровные Все ровные Так, друзья Ну, возможно и все уже Я думаю Наверное уже все Местная часть вышла Может еще и будет Ну, маловероятно Наверное Это и все Они крупные Живот был не сильно большой Они крупные Их вот так Получается восемь, если и того считать Хороший обороз Хороший обороз Хороший обороз Сосковый Каждому по два А все равно За один Ну вот Разбор Будем устраивать Вот так, друзья, прошел у нас обороз У нас обороз Юркширский Ну, считаю так Обороз прошел хорошо Без всяких затруднений Да, там вытаскивали пару штук Ну, в принципе Без происшествий Без каких-либо проблем Давай, давай Успаться Сейчас поставлю сюда Терегородочку Ну, такую же С гипсокартоном И все И можно уже Заниматься своими делами Их Отпускать уже все На вольные требования Она сейчас тоже успокоится Они позасыпают возле нее Сейчас понаедаются И спать Вырваться Ну, а так Все Получается Раз, два, три Четыре апороса Уже прошло Прошло Успешно Осталось Еще два Апороса На следующей неделе Бетрен Не помню там Бетрен По-моему Одна Бетрен Одна Бетрен Тоже ради интереса Посмотреть Какие поросят Ну, а так Спасибо за внимание Спасибо за просмотр Спасибо Что все хорошо Всем пока Спасибо за просмотр Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok